Ребята, всем привет! А смотрите, что это? Как вы думаете? Да это же Трейдер Лайф Симулейтор! Представляете, симулятор магазина. Чё я сюда вернулась, спросите вы? Зачем? Зачем мы здесь сегодня с вами? А за тем, что здесь в этой игре добавилась рыба! Добавилась рыба. Как открыть дверь? Я уже всё забыла. Вот так. Так, дождик идёт, дождик идёт. Название этого видео, кстати, отсылает нас к мему, который мне очень нравится. Если я не забуду его, open door. Это не тот door, ага. Если я не забуду, я его сейчас сюда здесь вот вставлю, посмотрите, к какому мему, а то сейчас начнете писать, скажете, что так неправильно говорить, не знаешь русского языка, ты вот тут всё. Рыба, говорят, добавилась, но я не знаю, где она продаётся. Возможно, вот здесь вот ещё дополнительным магазином. Да, смотрите, фишшоп. Фишшоп у нас появился. Давайте же скорее пойдём посмотрим, что там продаётся в фишшопе. Тут вот рыбка-клоун. Здравствуйте, мужчина. Видно, что вы серьёзный бизнесмен. У вас касса, у вас папка корона, калькулятор и вентилятор, который, конечно же, помогает вам в дождь. Так, здесь что у нас? Перч-фиш. В рыбах я не очень разбираюсь. Напишите, что это. Какая-то очень интересная рыба, которая скоро будет продаваться у нас в магазине. Да, блин, подзабыла, подзабыла я, как управление работает. Я так понимаю, что она должна в холодильнике лежать. Макерель. Макерель, это, наверное, макерель. Макерель, наверное, да? Наверное, да. А вот это что? Окунь какой-нибудь. Так, это что? Селман. Селман я знаю. Это... это сёмга или лосось. Почему-то в английском языке это одна и та же рыба. А в русском языке почему-то две разные. Если кто-то знает почему, скажите. Пайк. Это щука. Так, щуку ставим сюда. Щуку ставим, конечно же. Очень много щук. Так, а это какие-то Red Eye Fish, какие-то карасики мелкие. Но она нам тоже нужна. Так. Может, нам всего по две взять? Ну ладно, если что, мы приедем сюда обязательно ещё раз. Закрой багажник, а то рыба вся полетит. Так, Drive. Пойдемте хоть посмотрим, что у нас там в магазине. Сто лет уже тысячи не заходило, не смотрело. Может, там уже вообще всё разворовали, уже там нет нашего магазина, там уже букмекерская контора или там ещё что-нибудь. Нет, смотрите, Winchester Shop стоит. Стоит Winchester Shop. Там даже он что-то торгуется. Что-то торгуется, что-то продаётся. Так, Leaf Vehicle. Open Door. Open Door. Что-то у нас вот холодильник как-то не заполнен совершенным образом. Здесь у нас мясо, кстати, лежит очень хорошо, очень удачно. Может, нам вот сюда такой же купить холодильник? А у нас нет? У нас нет такого же фриджа. Тогда мы сейчас вызовем такси. На какой кнопке здесь было такси? Ага, такси. И едем в furniture shop. Да-да. Высадил меня далеко, блин, такси. С дождь же идёт. Что за люди? Вот такую я тоже себе куплю. Всё, я теперь вызываю такси, еду домой. Могу себе позволить. У меня тут денег Х10, так сказать. Шоп. Абсолютно, абсолютно могу и позволяю. Так, получается, что мы вот сюда тогда ставим этот фридж. Вот он здесь теперь будет стоять. И здесь у нас будут лежать рыбы. Интеракт. Кстати, неплохо было бы помыться, да? Интеракт. И в туалет тоже сходить, раз уж мы здесь. Так, тележечку берём. Тоже на F возить. Вот сюда подставляем. Пойдёмте сразу поедим тогда уж. Раз уж мы решили все базовые потребности разом выполнить, так сказать. Так, ящички. Тут не запутаться же. Тут надо сначала ящик достать. Потом поставить. Потом нужно из него доставать по одной рыбине. Я так понимаю, что они тут по одной будут доставаться. Сколько там? Десять. Ну да, логично. Абсолютно логично. Так. Так. Получается пять разных видов рыбов. Пять разных видов рыбов. Интерактировать. Поехали. А у нас шесть, получается, да, разных подразделений. Ну ничего страшного, мы что-нибудь туда положим другую какую-нибудь рыбу. Ну, проблему. Так, take from box на F. А где хвост у рыбы? Нам нужно как-то десять рыбов здесь разместить. Но я уже вижу, что я слишком была оптимистична. А вторым рядиком они ложатся? А, ложатся нормально. Накиданы, так сказать. Ну, вот так лежи, нормально. Так, это что такое? Макрель. Что-то она проваливается в текстуры прям вообще. Прям очень сильно проваливается. Так. Придется немножечко... Причем вот, смотрите, видите, так вот, если ее положить, вот она целиком ложится. Вот, видите, вот рыба лежит красиво. Но если ее положить inside fridge, то вот она немножечко почему-то проваливается. Ну, наверное, будет исправлено. Кстати, вот у этих рыб, которые сверху, вот у них хвосты есть, те, которые лежат снизу, остались без хвостов. Так, хорошо, здесь давайте вот эту рыбу, она тоже проваливается. Немножечко. Ну, я надеюсь, это не помешает ей продаваться. То, что рыба хранится в холодильнике, это уже неплохо. Ну да, вот у нее хвосты, все нормально. Почему вот эта тонет на первой полке? Это загадка. Так, здесь что? А, это вот эти мелкие. Ой, ну она вообще прям проваливается в никуда. Чего? А, я уже несу. Ага. Уже несу. Так. Так. Ага. 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 И последняя щука у нас осталась. Сейчас мы... О, нифига себе, щука еще вылезает вон за пределы территории, хвостом торчит вон туда. Щука, кстати, отлично ложится. Вот, берите пример все с щуки. Щука здесь чувствует себя, как рыба в воде. Поняли, да? Поняли? Каламбурчики пошли. Ну, а сюда нам еще, значит, какая-то рыба нужна. Ну, значит, купим. Значит, купим еще. В общем, вот так получается. Так, что у нас вообще по стоку? Мяса у нас дофига, я смотрю, прям... Прям, ну, не жалуемся, да? Сосисочки не хотят. Не хотят туда ложиться в дырочку. Ну, ничего страшного. Мяса прям много, яблоки вот на полу валяются, никто их не берет. Что это такое вообще? Что за неуважение к яблокам? Не помещаются, понимаю, да. О, желтенькие. Вот, я так и знала. Я так и знала, что здесь где-то скрываются желтенькие. Но зеленых и красных больше. Ну, пусть с пола берут, ничего страшного. Они же в коробочке. Вот же ж проблема. Так, чипсики, чипсики есть. Здесь тоже чипсики есть. Но можно будет, конечно, заристочить. Это что такое? Rotten product. F to dispose. Тут что-то пропало. А что здесь лежало, интересно? Мне очень интересно, что здесь лежало. И вот что-то пропало. No sweet corn. Сейчас куплю. Нифига себе, так много. А, я, кстати, читала, что разрабы что-то отключили из-за проблем. Возможно, это как раз этот товар. Так, может, не надо было его выбрасывать? Они просто подключили бы потом. А я просто выкинула что-то очень важное. Ну, ничего страшного. Так, вот, ордер. Кукурузу мы там какую-то заказали. А то кастомер ушел. У нас говорит, нет, sweet corn. Без sweet corn жить не могу. Делайте, что хотите, привезите. Sweet corn, по-моему, это консервушки, да? Ну да, вот здесь, да, наверное, стояли. Давай. Не-не-не-не-не-не-не. А ты поставь sweet corn. Будем с тобой отсюда брать. Так. Так. О, рыбу, кстати, начали продавать. Нормально. Мы теперь продавец рыбов. Так. Ну, в целом нормально. Вот тоже, кстати, ротан. Ну, пусть стоит, я не буду удалять. А то сейчас разрабы подправят. Софтенер. А мне потом покупать заново. Так, это что? Си-фуд. А что он здесь стоит? Ну, поставь ты его. Вот сюда. Я была, видимо, более принципиальна, когда я играла в эту игру раньше. Типа, по одному продукту на каждую полку. Нечего тут. Так, а это что? Тоже си-фуд. А, очень много си-фуда, да? Из-за этого вся проблема. Все проблемы из-за си-фуда. Рыба? Откуда у меня так много рыбы? Мне накидали рыбу в магазин. Интересно. Еще и две штуки. Спасибо за подарок. Конечно. Так, а здесь восемь штук. Угу. Угу. Рыба не должна тонуть. Я считаю, это недосмотр. Ух, быстро как забирают. Прямо из рук. Из рук вырывают. Как у меня рыба оказалась. Это что? Cinnamon rolls. Это вот эти. Cinnamon. Да, наверное? Коричненькие. Не коричневые, а коричненькие. Это я, видимо, накупила с запасом, а потом поняла, что полок не хватает. Надо же еще сходить на третий этаж. Я читала, что разрабы вроде как еще и третий хотят этаж. Я не знаю, что у них за этажная мания такая. Мне кажется, тут двух этажей за глаза хватает. Тут просто тупо товаров столько нет, чтобы это все выставлять на три этажа. Так, это тоже они. Не-не-не, мне больше не надо. А дел электроники, напоминаю вам. Видите, у нас тут вот все можно купить. Все в наличии, пожалуйста. Какие хочешь, ноутбуки, телефоны, калькуляторы, хит-сезоны, между прочим. Консоль, гейминг-консол. Очень известная фирма. Бренд. Так, здесь что? Милгаллон. Это вот это. Хорошо, допустим. Здесь вроде все стоит. Это Блич Эль. Он тут вот не влезает. Это что? Дайперс. Подожди. Сколько? Здесь четыре штуки. Ну, можно и поставить, наверное. Нет? Тут вон же их понараскупали. Ну, все. Так, шампуни. Шампуни, кстати, вон полный комплект. Не будем шампуни выкладывать. Блич, да, не влезает. Это факт. Вот здесь что-то полки прям пустые. У меня прям как будто дефицит какой-то. Не знаю. Прям как будто дефицит. Ну, пойдемте наверх. Пойдемте наверх смотреть, что там. Так, тортики, кстати. Тортики, кстати. Тортики, кстати. Нужны тортики. Нам нужны. Нужны тортики. Здесь у меня филиал МВидео. Продается вот все, что можно продаваться. Печки друг на друга стоят. Тостеры вот тоже какой-то змейкой странной выгружены. Вот это что? А, это кофемашин. Никто не хочет брать. Торты надо купить. Надо купить торты однозначно. Давайте спросим у Джабера. Он торгует тортами? Торты как они? Кейк. Да? Кейк. Ордер. Я надеюсь, я те кейк заказала. То есть сейчас окажется, что не те. Здесь просто места не так уж и много. Да, все те. Нормалек. Я не уверена, что здесь кейки можно поставить друг на друга. Это было бы странновато. А, но кейк реквайерс фридж. Тогда давай вот так. Это будут излишки кейков. Будут лежать пока в этом холодильнике. Он подключен, с ним все нормально. Он просто пока не нашел... Не нашел, какие товары будет продавать. Вот, например, пока это будут шоколадные торты. И немножко с присыпочкой в белой. Вот, пусть здесь пока постоят. Когда вот здесь будут раскупать, я оттуда буду перекладывать. Очень будет красиво. Так, знаете что? Давайте поедем еще раз. У нас рыбный день, так сказать. Поедемте еще в магазин в рыбный, где продают рыбов. И купим еще рыб. Забьем ими весь холодильник вообще целиком. Потому что, ну, мы видим, спрос на них есть. Ред айт, вот те особенно мелкие, которые мальки непонятные. Которых я карасиками обозвала. Так, мужчина, здравствуйте. Это опять я. Вот этих мне, пожалуйста, отсыпьте. Вот этих. Вот этих, конечно же, обязательно у меня их очень любят. Щука великолепная ваша. Тетеньки приходят, спрашивают. А щуку привезли? Вот вчера у меня соседка купила, нахваливала. Ох, щука. Ох, хороша. Я говорю, конечно, мадам. Сейчас вот прям за поставками туда и обратно. Ой. Немножко не вписалась. Туда и обратно. Сейчас вот съезжу, привезу вам все, что вы хотите. Все, что хотите. Собственно, ну а что делать? Вот когда ты владелец, и ты же доставщик, закупщик, бухгалтер. Все, все совмещаю. Все роли. Кроме вот продаж. Продажи ведут мои два бородатых мужика. Вот они, красавцы. Вот один с иракезом, другой такой по сдержанней. Но тоже как будто бы из барбершопа. Пайк. Так, так, так. Пайк это вот эта щучка. Щучка. Она будет немножко хвостом торчать наружу, но... Что мне с ней сделать? Такая у нее природа. Так. А можно перпендикулярно еще класть? О, ничего себе. Requires fridge? Да, она внутри фриджа. Игра. Ты что? Ты думаешь, я тебя буду обманывать? Что, пропадает? Ты гонишь вот эти inside fridge, а эти не inside? Ну, inside? Успокоилась? Ну, нормально, смотрите. Вот, вот это много рыбы. Сразу видно, что магазин серьезный. Поставки каждый день. Причем в больших количествах. Чтоб люди не успевали раскупать. Вот эта рыба, конечно, посложнее. Потому что она тут и тонет. Какую-то часть ее не видно. Какую-то видно. Но она зато достаточно плоская, мелкая такая. И ее тут, мне кажется, можно в рядов шесть уложить. И, в принципе, будет ок. Ну, так, нормалек. Нормально. Щуку, конечно, ничего не переплюнет. Щука прям лежит как надо. Так, а что я цепанула? Это что? Что ты такое? Где у тебя название? Что? Что? Перч. Так, хорошо. Сюда, значит, идешь. Если ты перч, сюда идешь. Нет, не в рифму, получается. Ну, ничего страшного. Я же говорю, приходят. Приходят женщины. По рекомендации соседки. Разбирают моих перчей только так. Потому что хорошие очень. Уха, знаете, из них какая? Так, вот у меня рыбу засчитают, что она во фридже лежит. Хорошо. А эту тоже. Нормально. Нормально. Все, рыбов становится больше. А, я же еще мелких купила. Блин. Ну, ничего, ничего. Мелких раскидаем. С мелкими вопросами проблем не будет. Не будет, я думаю. Единственное, что они лежат очень хаотично. И теперь мне придется их так же хаотично распихивать. Но, может быть, из этого хаоса возникнет порядок. Какой-никакой. Так часто бывает. Хаос и порядок, они же неотделимы. Это все знают. Так. Нормально. Макерель. Макерель. Это, это селман. Вот это макерель. Так, хорошо. Прям поверх старых рыб кладем. Там вон щукины хвосты торчат. Ой, не щукины, щучьи. Щукины. В очередь, щукины, дети. Так, оранжа джуса нету. Оранж джуса нету. Купить. Ордер. Ордер. Это в холодильнике должно храниться? По-моему, да. По-моему, да. Но у нас есть холодильник целый пустой. Вот он стоит. Ничего, тут никто ничего не продает. Реквайрс фридж. Все. Как договаривались. Оранж джус. Пожалуйста. Так, больше поместится, интересно, или нет? Или это обман? Ой, рыба. Ой, рыба расходится. Ой. К концу вечера все будут в городе говорить только о моей рыбе. И ни о чем другом. Но ума нету коллег. Да, такое бывает. Так, маккерель я все выложила. У меня остался только сальмон. По яблокам я, конечно, бегаю вообще знатно. У меня же еще одна осталась емкость неиспользованная. Неиспользованная совсем, и там рыбов нету. Боже, мне так нравится этот мем про рыбов. Вы не представляете. Представляете. Так. Давайте, может быть, вот так. Как-нибудь. Штабелями. А что мы купим в тот оставшийся... В оставшийся отдел? Какие рыбы нам больше всего нравятся? Ой, ну хорошо. Хорошо. Прямо-прямо глаз радуется. Тут тебе и арбузики, и рыба. Прямо красиво. Красиво. Ничего не скажешь. Так. Ну, надо-надо вот сюда что-то еще тоже положить. Что-то положить. Ну, можно вот семги, в принципе, накупить. Семги накупить, да? Что нам еще нужно? Так, вот этот хлебушек заканчивается. Это у нас брикбред. Они, кстати, поправили это. Нужно обязательно ездить за вот этими свежими продуктами, типа овощей, мяса и рыбы. Или их все-таки можно заказывать у джабера. Сейчас посмотрим. Если я, например, хочу салмон купить, мне привезут? Нет, не привезут. То есть не поправили. Ладно. Допустим. Так. Хлебюшек. Пожалуйста. Пожалуйста. Ага. 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 Так. И вот так. Ой, красота. Ой, красота. Пончики есть, багеты есть. Так, водичка здесь стоит. Пойдемте за салмоном. Магазин хоть у нас и не работает, он не круглосуточный. Зато магазин рыбы работает 24 на 7. Ну, потому что в этом городе все очень любят свежую рыбу. Вот это я сейчас влетела. А можно фары, блин, включать вечером? Ой, водила. Ой, водила. Более того, тут и магазин электроники, и мясцо, и овощи тоже работают круглосуточно. Просто потому, потому что потому. Так, выходим. Здравствуйте. Третий раз с вами здороваюсь. Мне нужен сальмон. Сальмона хочу две штуки. Ничего не видно. На капоте повезу. Так, у меня же есть флешлайт. На какой он кнопке? На L. А должен быть на F. Так, и еще. Мне чисто, чтобы ту полочку забить, потому что, ну, она пустая, это не дело. В магазине не должно быть пустых полок. Не должно быть ощущения дефицита. Потому что в следующий раз... Да что ж ты делаешь-то, а? В следующий раз никто не придет. Люди видят пустые полки, им не хочется ходить в этот магазин. Это логично. Это логично. Что случилось? Я как-то... Почему меня так косит машину? Она всегда так выглядела, что у меня видно было только приборную панель. Вот эти... Не приборную панель, а вот эти... Как они называются-то? Сразу видно, да, что у меня прав нет? Спидометр, короче. И все. А всю остальную часть я как будто еду вот немножко в полоборота. Вот так типа нет, я не буду досмотреть. Мне казалось, что... Ну ладно. Это так... Ааа, блин, рыбу схватила зачем-то. Глючноватая игра. Она всегда была глючноватая. В общем-то, глючноватая ей и остается. Но тем не менее, есть в ней какая-то вот непонятная романтика. Все же в детстве играли в магазин, что-то продавали там. Собирали какую-то мелочевку по дому, все это раскладывали. Как будто у вас там какой-то лоток или киоск или супермаркет. Если вы достаточно модный. Вот. И эта игра, вот она как раз играет на вот этом чувстве. В приятном чувстве владения магазином. Это даже сам факт. Вот когда в детстве играешь, там же кайф не в том, что ты владелец магазина, а в том, что ты продаешь. Что ж? Что к тебе приходят? Ты там вот пикаешь этой пикалкой. Ценники вешаешь. Вот это вот все. В этом кайф. Ой, рыба. Ой, хороша. Ой, хороша. Дайте я встану как-нибудь. Мне аж надо превьюшку с рыбой какую-нибудь красивую сделать. Не, ну лежит прям, да? Вот прям, прям зашибись лежит. Прям зашибись лежит. Очень красиво. Вот эта мелкая, конечно, рыба все портит. Макрель лежит великолепно. Здесь, в принципе, даже трудно сказать, что лежит лучше. Вот это штабелями или вот это вот в встроенном беспорядке. Но в любом случае, в любом случае очень красиво. Так, давайте быстро по стоку пробежимся. Что у нас тут не хватает? Вот эта вот мелкая чоколадмилкэс явно заканчивается. Давайте купим. Чоколадмилкэс ордер. Последний раз была обнова в этой игре. Я уже не помню и когда. Вот когда последний раз выходило у меня видео по Trader Life Simulator. Можете посмотреть на канале. Вот примерно тогда была обнова. Сейчас прошло, ну, уже, мне кажется, месяца два точно. Как бы не три. И разрабы такие говорят, все, мы выпускаем обновление. Вы сейчас все удивитесь. Мы добавили рыбу. Но кое-что пришлось убрать. Потому что теперь это не работает. Вроде вот этого вот непонятного, что здесь было. Но я читала даже, что какие-то товары они отключили, потому что они глючили. Вот. И они, в общем, так долго, два месяца, добавляли рыбу. И, собственно, опять, я подозреваю, ушли в отпуск. Там, не знаю, на море куда-нибудь поехали. Потому что, ну, все. Как бы, контент был предоставлен игрокам? Был. Значит, время отдохнуть. Все там пишут иногда, что вот, фазмофобия там редко обновляется, да? Но фазмофобии, когда выходят обновления, они-то значительные, да? Они редкие, но тем не менее. Здесь, чуваки, просто добавили рыбу. Да, не одну рыбу. Да, несколько рыб. Но в целом я не вижу, что здесь что-то изменилось. Более того, здесь ничего не изменилось. Наверное, это было бы перечислено в списке изменений. А там, значит, это только рыба. Ну, такое. Грустно, грустно, что... Игра, которая вначале так хорошо развивалась, и за ней следили, сейчас практически как-то, ну, считай, без присмотра. Ну что, ну, добавили они рыб. Здесь можно было столько всего еще новых товаров добавить. Это ж... Ну, я не знаю, я, конечно, не специалист, но мне кажется, это не так уж сложно это сделать. Если ты просто добавляешь товар и просто как бы нанизываешь их уже на существующий движок, мне кажется, это не должно быть сложно. Ну, как бы имеем, что имеем. Это апельсины, да? Они что-то выглядят, они такие здоровые, как дыни, такие, знаете, колхозницы, желтенькие, маленькие, кругленькие. Очень странные апельсины. Очень странные. Так, здесь у нас все нормально по овощам, по фруктам, я так понимаю, все хорошо. Все хорошо, картошечка лежит. Ну, чипсиков можно, наверное, купить. Чипс и чипс R. Давайте купим чипсиков. Так. Чипс R. Ордер. Чипс. Ордер. Раз уж мы здесь. Так, надо помыться. Все вот это вот сделать. В этой игре не нужно спать, я вам напоминаю. То есть, достаточно мыться, ходить в туалет и кушать, чтобы вы могли спринтовать. А спринтовать в этой игре важно. Потому что без спринта вы заколебетесь тут все раскладывать по своим местам. Спринт здесь нужен, вот, прям кровь из носу. Поэтому, если вы вдруг такие первые расвитие игрона вас заинтересовало, никогда не пренебрегайте базовыми потребностями. Потом скажите мне спасибо. Так, чипсики. На вот эту полку они, кстати, выставляются, ну, прям из рук. Вон плохо, они как-то все криво, не встают иногда, куда-то проваливаются. Но, тем не менее, это полка для чипсиков, и я ее использую для чипсиков. Ну, кстати, сейчас более или менее, смотрите-ка, смотрите-ка. А, здесь все норм, не надо было ломать. Так. Давай, на самую высокую. Ладно, сейчас. Мне нужна вторая коробка. Сейчас вот запрыгивать. Видали рассвет? Пять утра, между прочим. Бегу-бегу. Каблучками постукиваю. Ага. Так. Ну, please. Ну, вот так пусть стоит. Ничего страшного. Отлично. Ну, немножко левитирует, немножечко. Здесь, значит, зелененькие вот сюда, красненькие пусть будут вот сюда. С этими попроще. Они не такие объемные. Единственное, что я опять не залезаю, да, достаточно высоко, чтобы ставить желтенькие. Нам тогда понадобится, может, на яблоки встать? Как думаете? Если на яблоки встану, нормально будет? Да, смотрите, вполне. Яблоки помогли. Так, коричневые, коричневые сюда. Желтенькие вот сюда вот на яблочке. И зеленые вниз. Желтенькие на яблочке. Красненькие вот сюда. И желтенькие наверх. Петь. Хорошо. Мне кажется, чипсов еще можно купить. Это чипсы. Чипсы R. Ну, а что, пока у нас тут еще шесть утра. Открывается у нас, по-моему, магазин в семь, если я ничего не путаю. То ли в семь, то ли в восемь. По-моему, в семь. Так, яблочки, конечно, положить. Так. Эть. 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 Зеленых много. Много завозят. Наверное, популярный вкус. Так. Ага. И все. Желтеньких в этот раз не было. Спасибо, яблочки. Спасибо большое. Очень вы мне помогли. Собственно, семь часов. Вот пацаны мои на месте. А это значит, что у нас открылся магазин. Вот мужчина пришел уже. Че купил? Рыбу, кстати, купил. Рыбу купил. Именно поэтому у нас сегодня рыбная с вами серия. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Расскажите, играете ли вы все еще в Трейдер Лайф Симулейтер. Или он вам надоел. Обязательно все почитаю. Всем отвечу. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.